Работа и развлечение, общение с друзьями и тематические сообщества. Социальные сети делают нашу жизнь интереснее и комфортнее. Чтобы зайти на интернет-портал, достаточно нескольких кликов. А оставаться онлайн можно где угодно. Проснувшись, сразу же проверять почту. Регулярно следить за обновлениями в сети, чтобы не пропустить что-либо интересное. Благодаря интуитивно простой и удобной работе в сети, человек рискует стать ее заложником. Эту зависимость ученые относят к так называемым наркотикам 21 века. По мнению психологов, постоянное пребывание в социальных сетях может сделать человека безинициативным, стать причиной регулярных стрессов и утомлений. Это связано с тем, что мозг привыкает к поступлению большого потока информации, устает во время ее отработки, но в то же время испытывает потребность в ее получении. Согласно данным западных интернет-аналитиков, в среднем человек проводит онлайн 6,5 часов в день. Много это или же является нормой – однозначного ответа нет. Но если вы чувствуете утомление и раздражительность без веских на то причин, вам стоит ограничить время интернет-серфинга. Мне не мешает это в жизни. Есть у меня такие и близкие даже, которые в ноутбуке проводят все время, постоянно. Только когда уже спят, ноутбук закрывается. К наркотикам 21 века также относят чрезмерную любовь к просмотру сериалов. Самый действенный способ борьбы с этой зависимостью – найти хобби. Увлечение, которое докажет, что реальная жизнь интереснее экранных страстей. То, что нравится и то, что может принести пользу. Такой консенсус, если человек находит, это замечательно. Несмотря на то, что популяризация спорта ведется в России активнее, чем когда-либо прежде, количество людей с ожирением продолжает расти. Фастфуд – один из наиболее опасных современных наркотиков. Такая еда способствует появлению избыточного веса, что опасно для сердца. Для того, чтобы снизить потребление вредной пищи, Минздрав России утвердил специальный проект. С 2015 года на рекламу колбасных изделий, газировки и картошки фри отводятся на порядок меньше эфирного времени, чем прежде. Проблема современных людей в большинстве случаев – это отсутствие воли. Родителям с детства нужно не бояться детей приучать к режиму труду и спорту, потому что режим равно дисциплина, дисциплина равно самоконтроль, самоконтроль равно воля. Спорт и творчество – вот лекарства от многих зависимостей. А еще любовь и дружба, походы в горы, кино, совместные игры на свежем воздухе. И хорошее самочувствие и отличное настроение гарантированы. Стефан Филатов, Алексей Староженко. Утро нового дня.